Ирина Алексеева – человек выцерковленный, соблюдает православные традиции и праздники. Но вера в Бога к ней пришла не сразу. Вы знаете, я вообще была атеистка до мозга костей. В институтах и во всех учебных заведениях у меня были только пять по атеизму. То есть я вообще могла спорить на эту тему по-любому. Но в 32 года я сама пришла к этому. И пошла я в храм креститься. Я была некрещеная. Уже много лет Ирина придерживается традиции посещать храмы и важные церковные даты. В Троицем день они с подругой пришли в Одинцовский Георгиевский кафедральный собор. Пятидесятница или День Святой Троицы. И это 50 дней после Пасхи. И мы торжествуем некое создание церкви. То есть когда Святой Дух сошел на апостолов, они поняли, что им нужно делать. Они осуществлять начали вот эту миссию, фундаментом которой является Сын Божий. И вот у нас летний праздник сегодня. С раннего утра храм уже был полон прихожан. Сначала прошла Божественная Литругия. А затем на улице гостей ждали различные народные игры, мастер-классы, чаепития. И, конечно, летний праздничный концерт. Сегодня и молодежь у нас, и детский хор. И я буду, собственно говоря, выступать. И многие другие еще будет у нас рок-группа. В общем, очень много всего. На троицу в храме не принято просить что-либо у Бога, а лишь благодарить за то, что уже имеешь. Также в этот день не принято заниматься тяжелым трудом. Это не означает, что нельзя в воскресный день кому-то помочь. Или нельзя уделить время на, допустим, уроки с детьми. Или у кого-то какой-то экзамен, надо обязательно все бросить. Потому что важно выделить это время. И суметь это время посвятить и Богу тоже. Большой радостью для жителей округа стало то, что троица в этом году совпала с главным государственным праздником – Днем России. Ведь особые отношения России и Церкви воплотились еще в знаменитой фразе Александра Суворова «Мы русские, с нами Бог». Полина Толмачева, Ферид Хариддинов, телекомпания «Одинцова».